Ирина Подубная. Каждый рабочий день в ожидании чуда. Заведует родовым отделением вот уже 16 лет. За плечами акушера-гинеколога четверть века стажа. На контроле специалиста сразу несколько жизней. Мамы и малыша. КТГ, пульс и давление. Все должно быть в норме. Прекрасное сердцебиение, хорошее. В 2020-м медику присвоили звание врач года. С Бобруйским роддомом у Ирины Владимировны особая связь. Сама здесь родилась. Тут же на свет появился и ее сын. Доктор Подубная затрудняется назвать точное количество крох, которых приняла за столько лет. Но каждый раз говорит. Трогательный, как первый. Так же было и с Тимуром. Именно так назвали очередного малыша. Вес 3720, рост 53 сантиметра. Мы каждый день видим рождение новой жизни. Это настолько всегда впечатляет. Когда вы сейчас услышите крик ребенка в соседнем ротзале, вы сами почувствуете эти эмоции. А какие эмоции испытывает мама или отец, когда присутствует на родах, так это вообще ни с чем не сравнимо. 30 лет медицине посвятила и Инна Писецкая. Доктор прошла путь от терапевта до главного врача. Шестой поликлиникой руководит вот уже 7 лет. В ее подчинении 180 специалистов. Учреждение обслуживает свыше 30 тысяч человек. Самое главное, отмечает Инна Николаевна, есть, было и будет здоровье пациентов. Коллектив замечательный. Все у нас хорошие специалисты, хорошие люди. Поэтому таким коллективом управлять достаточно комфортно, хорошо, потому что они знают свою работу, они ценят свою работу и они на своем месте все. На неделе свой праздник отметили и тем, без кого не смогут справиться даже самые опытные медики. Доноры. В числе и тех, кто помогает спасать жизни других. И Владимир Гацко. Группа крови третья положительная. Дело добро. Уверен депутат Палаты представителей. Просто. На всеобщий призыв парламентарий откликнулся и в сложный для всей страны период. Сдавал антиковидную плазму. Когда стал студентом-медиком и осознавать, насколько важна кровь, насколько цена человеческая жизнь. И безусловно, я отождествляю, что донорство – это помощь. Это важно. Это один из элементов национальной безопасности страны. Больница имени Марзона – один из главных потребителей донорской крови в городе. Переливается тут около 3000 доз эритроцитов, 1300 свежезамороженной плазмы и порядка 600 тромбоцитов в год. На счету сотни спасенных жизней. Мы очень нуждаемся в привлечении к донорству молодых, здоровых родственникам наших пациентов. Очень большое количество лиц преклонного возраста, которые поступают к нам с тяжелыми аннеями, различной этиологией, различной причиной. Которые нуждаются в донорском даре. Среди добровольцев здесь свыше 50 специалистов. В случае, когда пациенты получают кровь тех, кто их лечит, уже привычное дело. Такие моменты, отмечают медики, что-то большее, чем просто работа. Особо радует та ситуация, когда после сдачи крови приходишь на работу, назначаешь препараты компонентов крови и видишь значительную положительную динамику после их назначения, после их введения. Для тех, кто ежедневно спасает жизни, звучат слова признания от руководства области и города. В зале 40 человек. Заведующие, врачи, фельдшеры и медсестры. Им вручают почетные грамоты и цветы. Но, как отмечают сами специалисты, самая ценная награда – это хэппи-энд в анамнезе. Мы приступили уже к лечению пациентов кардиохирургического профиля, которые нуждались в малых инвазивных вмешательствах, эндоваскулярных. У нас уже при поражении сердца, при инфарктах миокарда, при других поражениях мы можем применять малоинвазивные методы. Медицинскую помощь в городе оказывают порядка 50 учреждений. В сфере здравоохранения трудится 6 тысяч человек. В арсенале 20 межрайонных центров, которые работают на 5 прилегающих районов. На неделе Минздрав объявил и о повышении зарплаты. Это коснется абсолютно всех специалистов. Но кого-то в большей мере, кого-то в меньшей. Сейчас акцент в Беларуси делают на развитие плановой помощи и диспансеризацию. Врачи готовы прийти на выручку, где бы их пациент ни находился. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели.